В эфире новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о самых значимых событиях этого дня. Вместо качества растет цена. Ожидатели в Махачкаре повышения стоимости за проезд в маршрутном такси выясняли наши корреспонденты. Для тех, кто жизнь свою отдал, в городах и районах Дагестана прошло открытие 14 садов в памяти погибших на СВО военнослужащих. Техника, гибкость и сила. В Махачкаре подведены итоги открытого Кубка Кавказа по грипплингу. Недвижимость в Дагестане с начала года подорожала на 17%. Об этом сообщает Дагестанстат. Средняя цена по республике за один квадратный метр в новостройке на сегодняшний день составляет около 82 тысяч рублей. Вторичного же жилья 90 тысяч. Больше всего за последний год выросла стоимость квартир улучшенного качества и так называемые элитки. Разницу эксперты оценили в 25%. Цены, вероятно, вырастут и на проезд в махачкалинских маршрутках. Эта новость с прошлой недели будоражит местных жителей, недовольных условиями перевозки. Нехватка транспорта, его долгое ожидание на остановках, поездки стоя в переполненных салонах. Эти проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются столичные пассажиры. Придется ли нам платить еще больше за некачественную услугу, узнавала моя коллега Салия Магомедова. Ей слово. О возможном повышении цен на поездки в махачкалинских маршрутках местные жители узнали в прошлую субботу. Из таких вот расклеенных по салону объявлений, в которых черным по белому было написано, с 15 мая стоимость проезда составит 35 рублей. Негативную реакцию горожан долго ждать не пришлось. Честно говоря, как студент, говорю, мне это не понравилось бы. Еле-еле 27 люди оплатят. Какие случаи все-таки можно проезд увеличить? Как вы думаете? Если будет оплата, зарплата, должны же оплату повысить, пенсию повысить. А как вы думаете, на сколько можно увеличить? Хотя бы на 3 рубля, сделать 30 рублей. И так все дорого. И еще проезд тоже поднимать. А на бензин же вот так же цена стоит. В столичной администрации новость о поднятии цен на проезд не подтвердили, но и отрицать ее тоже не стали. Там отметили, что заявки на повышение тарифа им направили четыре транспортные компании. Данные заявки рассматриваются в администрации города. Представлены расчеты данными компаниями. В то же время, пока сроки поднятия цены и стоимость проезда не определена. Вероятность того, что цены будут повышены, есть? Вероятность того, что цены будут повышены, есть всегда. Потому что есть экономические предпосылки для изменения тарифа, говорят чиновники. Среди них высокие цены на запчасти и топливо, а также низкие зарплаты, из-за которых водители не хотят выходить на линии. Но для обычных махачкалинцев такие доводы неубедительны. Платить 35 рублей за некачественную, по их же словам, услугу они не хотят. Один момент мне не нравится, что он так сильно заполняет маршрутки. Может, он этим хочет больше заработать. Но нечего сказать. Если он брал бы, сколько там пассажирских мест, к примеру, 17. И 17 человек брал бы, и еще двух стоячих можно плюс-минус. Но когда там бывает, заполняется, приходится толпиться, кого-то задеваешь, кому-то на обувь наступаешь в этот момент. Бывают некоторые водители, которые спокойно водят, а некоторые бывают, которые, ну, как будто мешок картошки ввозят, не знаю. Ну, и много берут, да, здесь до 35 делают, это очень много, я считаю. Транспортные компании в Махачкале работают по нерегулируемому тарифу. Согласно федеральному закону номер 220, они имеют право самостоятельно устанавливать плату за проезд. И столичная администрация не сможет им это запретить. Единственное, что обязаны сделать перевозчики, это указать в своих заявках, какие меры они предпримут для улучшения качества пассажироперевозок. Но пообещать не значит воплотить это в жизнь, потому что повышение тарифа в прошлые годы не решило проблем с нехваткой транспорта, его долгим ожиданием на остановках и поездками стоя в переполненных салонах. И решит ли на этот раз вопрос риторический. Однако выход из этой ситуации есть, и его предлагает местный активист Руфат Серхаев. Выход из этого, конечно, это перевести их на регулируемый тариф, где четко прописан интервал ожидания, рабочий график, стоимость. Она не меняется, пока условия контракта не изменятся, либо не нарушатся. Да, будет сложно, будет долго, но их нужно переводить, иначе ни о каком развитии не может идти речи. Мы будем часто это слышать, это повышение, ухудшение условий перевозок. Компании-перевозчики, с которыми мы связались, воздержались от разъяснения ситуации. А потому единственный интересующий нас вопрос, не кажется ли вам, что сначала нужно повысить качество услуги, и только потом же тариф на нее так и остался без ответа. Возможно, не с 15 мая, но в ближайшее время жителям столицы все же придется платить за проезд в маршрутках больше привычных 27 рублей. В Дагестане открыли 14 садов в память о погибших в ходе СВО военнослужащих. Торжественные открытия проходили в городах и районах республики с участием политических деятелей, семей и близких бойцов. По территории республики нашей Дагестан, по всем городам, муниципалитетам разбивают такие сады, и это очень важно для нас, для матерей. Потому что в каждое дерево, которое мы сажаем, мы вкладываем частичку своей души. Матери, жены, сестры здесь у нас находятся, тети. Это очень важно. И мы замечаем и понимаем, что мы не безразличны, что наши дети не безразличны. Дети, которые отдали свои жизни за процветание нашей Родины, нашего Дагестана. Самая крупная территория отведена в Махачкале в центральной части Ботанического сада Дагестанского государственного университета. Площадь более 4 тысяч квадратных метров. Участие в посадке саженцев на объекте принимали премьер-министр региона Абду Муслимов и глава столицы Юсуп Умавов. Вот сюда особо нельзя было прийти, заходить. Это был закрытый режим. Сейчас мы с лектором университета договариваемся, чтобы люди могли сюда приходить. Это все-таки достояние горожан, что есть сад памяти, куда можно прийти и вспомнить наших героев. И с другой стороны, в таком хорошем месте провести время. Это, конечно, в первую очередь и молодому поколению, которые приходят сюда, чтобы они помнили, что есть герои, которые отдали себя за то, чтобы мир был, за то, чтобы это все произрастало, чтобы зелено было и мирно было. Это все для того, чтобы наши подрастающие поколения, чтобы помнили. Праздничная атмосфера, приятные бонусы для клиентов. Автозаправочная станция «Оригинал» в преддверии Дня Победы организовала масштабную акцию. Подробности в сюжете Тамары Самедовой. Наступает один из главных праздников для нашей страны – День Победы. К этой знаменательной дате многие предприниматели объявляют различные акции, чтобы порадовать горожан. Так и автозаправочная станция «Оригинал» запускает акцию «За литр топлива – рубль скидка», участником которой может стать каждый клиент. И это еще не все. Пока ваш автомобиль заправляется, вас угостят вкусным бесплатным кофе. Помимо этого, на территории заправки функционируют площадки, в которых вы можете не только провести время с пользой, но и отдохнуть. При АЗС функционирует. У нас есть магазин, кофейня, кафе. Также имеется автомойка, автосервис, шиномонтаж. Также любой клиент может воспользоваться услугами молельной комнаты, омовительной, душевой и заправиться хорошим топливом. Любое время суток воспользоваться бесплатным кофе, чайом, любых клиентов у нас есть. Также у нас в течение дня работает кафе. Удобство, качественное топливо и добродушное обслуживание. Эти качества ценят в оригинале постоянные клиенты. Найти замену этому АЗС практически невозможно, отмечают посетители. Если честно, я раньше заправлялся в разных заправках. И я замечаю, что здесь намного лучше топливо, чем в других местах. И уверенное место. Поэтому я решил уже постоянно заправляться здесь. И уже можно сказать, как минимум, уже лет пять заправляю чисто оригиналом. И бензин, и газ, все здесь отличные. Плюс можно в любое время, кофе тоже бесплатно. И это очень приятно бывает. И пока заправляется, можно попить кофе тоже. Приезжаю всегда на эту заправку оригинал. Все полностью устраивает. Обслуживание, качество топлива. Проезжаю довольно-таки большое расстояние. Поэтому, собственно говоря, выбрал именно оригинал. Советую, чтобы люди заправились в оригинале. Солярка, бензин, газ, качественная. Можете смело заезжать и заправиться. Отметим, что акция будет проходить 9 и 10 мая на всех точках АЗС Оригинал. По всей России функционирует 8 точек, 5 из которых расположены в Дагестане. Тамара Самедова, Шамиль Хирия Сулаев. Новости ННТ Махачкала. По каменистым тропам науки в Дагестанском гуманитарном институте прошла презентация сборника статей 7-й студенческой региональной научно-образовательной конференции. Экономика, бизнес-информатика, теология, социально-гуманитарные дисциплины, журналистика и лингвистика. Учащиеся под руководством опытных педагогов сумели подготовить исследования по абсолютно разным направлениям. Наука делается в ВУЗах, поэтому без науки представить себе ВУЗ невозможно. Наука юношей питают, поэтому все студенты, начиная с первого курса, мы стараемся приобщать к науке. И это сегодня наша конференция хорошо показала. Там представлены все, начиная с первого курса, и магистрантами. Техника, гибкость и сила в Махачкале подведены итоги открытого Кубка Кавказа по Грэпплингу. В спор за награды вступали около 300 спортсменов. Яркие броски, приемы и захваты показывали не только мастера и взрослые, но и дети, юноши и молодежь. Соревнования проходили два дня. Для спортсменов турнир станет проверкой сил перед летним чемпионатом России. Всего разыгрывали 40 комплектов наград. Среди призов денежные конверты и медали. В командном зачете лучше других выступил клуб Universal Fighters. Второе и третье места у клубов Pride и Agat. В рамках нашей лиги проходит открытый Кубок Кавказа. Около 300 участников. Я думаю, все довольны конкуренцией. Также спортсмены довольны нашими призами. А мы всем желаем успехов, побед. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. До встречи.